Здравствуйте, мои прекрасные! Сегодня урок номер 57. Урок 57 называется «Неполноценность». Каждый из нас очень часто чувствует неценность себя и чувствует себя неполноценным членом этого общества. И поверьте мне, я занимаюсь вопросами ценности себя, и я не встречала в жизни ни одного человека, кто тотально верит в себя и ценит себя до конца. Те люди, которые смогли пройти в это состояние, добились большего успеха. И, конечно же, важно понимать, что ты ценен такой, как есть. Но в реальности происходит следующее. Мы сравниваем себя с другими людьми и чаще всего фокусируемся на своих недостатках. Сравнив свою фигуру со фигурой другой женщины, нам кажется, что мы недостаточно устроенные. Сравнив свои интеллектуальные способности со способностями других людей, нам кажется, что мы недостаточно умны. Сравнив свой успех с успехом других людей, нам все время кажется, что мы недостаточно успешны. И так бесконечно. Мы выбираем огромное количество шаблонов, к которым никогда не можем дойти. И тогда вся наша жизнь – это огромный, огромный, большой комплекс неполноценности. Так вот, важно сегодня понять и признать, что на Земле все люди имеют такой комплекс. Такой комплекс порождает нами... Такой комплекс порождает тотальное управление матрицей... Тьфу, блин, что такое? Такой комплекс порождает следующее. Такой комплекс порождает то, что матрица на 100% управляет нами. И это очень важно понимать. Чем больше ты себя не ценишь, и чем больше в тебя развит комплекс неполноценности, тем больше ты не принадлежишь себе. Однажды, сегодня нужно признать, что все люди на Земле имеют такой комплекс, потому что этот комплекс встроили в нас для того, чтобы управлять нами. И сегодня важно осознать, что помимо этого комплекса и своей неценности, ты также имеешь свои уникальные способности. Ты имеешь что-то, что не имеет никто. Поэтому очень важно культивировать именно их. Забыть о том, что ты где-то какая-то не такая. Найти то, что в тебе эксклюзивное, и то, чем ты отличаешься от других. Найти свое отличие. Найти то, чем ты лучше. Найти то, в чем ты мастер. Найти свое мастерство. И с этим мастерством идти в мир. Поэтому сегодняшнее домашнее задание для тебя будет сфокусироваться на том, что в твоей жизни ты делаешь классно. Что в твоей жизни ты можешь привнести в мир. Найти и выписать 10 пунктов того, чем ты отличаешься от других людей. И чем ты лучше. Не фокусироваться на том, что хуже, а то, чем ты лучше. Это точно есть в тебе. Сейчас бери из пространства корону. Для тебя есть специально твоя корона. И с этой короной садись и напиши 10 конкретных пунктов, чем ты лучше других людей. Что ты можешь привнести. Чему ты можешь научить людей в этом мире конкретно. И убирай этот комплекс неполноценности. И культивируй в себе комплекс полноценности. И культивируй в себе комплекс силы. И у тебя будет лист бумаги, на котором будет написано 10 конкретных пунктов. Почему ты крута. Почему ты лучше всех. И пусть этот лист бумаги всю твою жизнь, всю твою последующую жизнь висит перед твоим лицом. И ты можешь добавлять туда какие-то пункты. Ты можешь еще больше культивировать в себе этот комплекс полноценности. Комплекс твоей крутизны. Комплекс твоего королевства. И пишите, пожалуйста, чем вы сильны. И я обязательно прочитаю ваши ответы, вдохновлюсь ими. И встречаемся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok